Выясним от чего зависит емкость конденсатора. Для этого одну пластину соединим с корпусом электрометра, а другую с его стержнем и зарядим пластины. Стрелка отклонится. Раздвинем пластины. Стрелка электрометра отклонилась на больший угол, значит увеличилось напряжение между пластинами конденсатора. Заряд пластин мы не меняли, значит емкость конденсатора, равная отношению заряда пластин к напряжению между пластинами конденсатора, уменьшилась. Вывод. Чем больше расстояние между пластинами, тем при прочих равных условиях меньше емкость конденсатора. Вернем пластины в первоначальное положение. Сдвинем одну пластину относительно другой, не меняя заряд и расстояние между пластинами. При этом изменилась площадь перекрытия пластин. Угол отклонения стрелки электрометра увеличился, значит увеличилось напряжение между пластинами конденсатора. Поскольку заряд конденсатора не менялся, следовательно увеличилась его емкость. Вывод. Чем меньше площадь пластин, тем при прочих равных условиях меньше емкость конденсатора. Опять вернем пластины в первоначальное положение. Поместим между пластинами лист стекла. Электрометр покажет при этом уменьшение напряжения. Заряд конденсатора не менялся, значит увеличилась емкость конденсатора. Вывод. Внесение диэлектрика между пластинами конденсатора увеличивает его емкость. Обобщим результаты трех экспериментов. Емкость конденсатора зависит от расстояния между его пластинами, площади пластин и диэлектрика находящегося конденсатора. Вывод. 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 Вывод.